Путин допустил невиновность основателя фонда Бэринг-Восток Калви, но в этом должны разобраться правоохранители. Об этом президент заявил на Петербургском экономическом форуме. Также он ответил на вопрос, почему не отпускают из СИЗО партнера Калви Филиппа Дель Пали. У кого-то есть дом в Москве, у кого-то нет. Путин в ходе АПМФ ответил на вопрос о том, почему не отпускают из СИЗО Филиппа Дель Пали, партнера американского инвестора Майкла Калви. Российский президент и надеяться на прозрачное и понятное расследование дела Каллы и справедливые решения. Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структуры, в работу бизнес-структуры, неоправданно, то это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе и представители бизнеса, должны придержаться законов и должны их исполнять. Что в данном случае? Есть там нарушение закона, ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 миллиардов рублей. Некоторые, в том числе и многие здесь присутствующих, российских его партнеров, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы. И у нас есть судебная система соответствующая. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего. И будут приняты справедливые законные решения. Я со своей стороны, мои коллеги из правительства, мы, конечно, за этим будем внимательно смотреть. И генеральный прокурор, вот он здесь, я вижу, сидит тоже, господин Чайко, тоже внимательно будет за этим следить и контролировать этот процесс. Что же касается того, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, это связано еще и с тем, мне французские наши друзья об этом говорили, связано с тем, что у кого есть дом в Москве, а у других нет. Под какой домашний арест, если у них дома нет, ни квартиры, ничего в России нет. Но мы и над этим подумаем. Вопрос, я говорил о гуманизации вот всех этих процедур, мы по этому пути и будем двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решетку, хотя при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться. Вот на это и будет направлено наше действие в ближайшее время с точки зрения гуманизации процессов подобного рода. Согласились. Я сейчас совершенно не берусь оправдывать кого-то в этом кейсе. Это не моей компетенции. Действительно, ваши соратники, очень уважаемые люди поручились за Кальви. Я сейчас о другом, что вот это дело Кальви, она очень сильно напугала инвесторов. Потому что, смотрите, вот они смотрят, они говорят, Кальви, который 15 лет работает в России, если он прокололся и не понял правил игры. Что же будет со мной, когда я приду завтра в эту страну? Тут как бы вопрос зыбкости правил. Ну, только послушайте, возьмите Библию, почитайте. Не украде, не пожелай жены ближнего своего. Там все написано. 90 лет ему инкриминирует хищение 2,5 миллиардов. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть снято обвинения. Вот и все. Чего здесь такого особенно? Посмотрите на то, что происходит в других странах. Бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы. И ничего, не воруй, веди себя прилично. И дело с концом. О других заявлениях российского президента на Петербургском экономическом форуме специальный корреспондент Бизнес-ФМ Петербурга Иван Медведев. Иван. Да, добрый вечер. Действительно, самая интересная была вторая часть предназначенного заседания с вопросами и ответами. И один из самых интересных вопросов был задан президенту по тому, почему он не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. На что Путин сказал, что, ну, он, во-первых, называет нас врагами и агрессорами. И, ну, по сути, много говорит, но пока еще ничего не сделал. Далее он продолжил мысль, сказав, что то, в чем Зеленский преуспевал ранее, вот в актерской деятельности, он хорош. То есть он сказал, да, актер он хороший, но в политике нужно не играть, а быть кем-то. Зал засмеялся, на что Путин ответил, вот вы смеетесь, а я вообще-то серьезно. На вопрос, готов ли Путин к встрече с Зеленским, президент ответил, что его просто никто никуда и не звал пока. А так, ну, из контекста следует, что, в принципе, вариант такого не исключает Владимир Путин. Но он отметил также, что к Зеленскому все-таки есть вопросы по его заявлениям, потому что до выборов он говорит одно, после выборов он говорит другое. Но, завершая мысль, Владимир Путин ответил, что все-таки, несмотря на все эти противоречивые заявления, вот этими заявлениями Зеленский не испортил все изначально. «Посмотрим», сказал Путин, по поводу перспектив возможной встречи с Зеленским и вообще дальнейших каких-то контактов и диалога. И сразу же после этого подключал вопрос еще о перспективах объединения России и Белоруссии в контексте 2024 года. «Возможно ли это?» – спросил модератор сессии Суфикоша Вардадзе, но президент ответил «нет» и быть не может. То есть все были расставлены точки очень четко. Ну и в самом конце еще прозвучала такая интересная шутка от Владимира Путина, когда Суфикоша Вардадзе задала вопрос про Северную Корею, имея в виду то, что она журналист-межнародник, и обсуждала эту тему накануне со своей начальницей Маргаритой Симонен, которая, как сказал Суфикоша Вардадзе, сейчас находится в больнице по известным вам, Владимир Владимирович, причинам. На что Путин тут же принял инициативу, взял микрофон и сказал, «Интересно, она беременна, я-то тут при чем, по известным мне причинам, я-то тут при чем?» – Спасибо. – Ну, в общем, это вызвало аплодисменты. – Ну и говоря о том, как может строиться новый мировой порядок во глобальной экономике, также Путин отметил, что не призывает рушить старые, но должно происходить не навязывание всем единственного верного канона, а прежде всего гармонизация национально-экономических интересов.